Всем привет! Меня зовут Алена. Я очень рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня понедельник, 10 февраля, начинается моя новая вышивальная неделя. Как вы сейчас видите на своих экранах, начиная я ее с того, что буду завершать февральскую часть годового сэпплера, который мы вышиваем вместе с группой вышивка крестом примитивы. Сегодня уже повышивала. Вот этот темно-желтый элемент я выполняла именно сегодня. Тут в каждом примерно, не примерно, а даже, наверное, точно скажу вам, 78 крестиков. Так что, считайте, мне осталось еще раз-два, ну и тут почти целый. И немножко, по-моему, еще что-то голубым я, то ли там плюсики-крестики какие-то, кажется, вот в этих окошках маленьких будут. В общем, совсем-совсем немножко, ну там, не знаю, 200-250 крестиков, наверное, мне здесь осталось. Планирую завершить эту работу, этот этап прямо сейчас, пока день, пока спит мой младший сын. А уже вечером буду менять работу на станке. Верну сюда обратно свою миробилию. Именно тогда вам и покажу. Напомню, на чем я там остановилась. Просто сейчас уже не хочу туда-сюда таскать рамы. Не думаю я, что смогу к ней приступить в обед, то бишь сейчас, потому что времени немного. Нужно будет уже скоро сына поднимать, идти за старшим. Там английский, тренировка, в общем, дел много. На самом деле, если говорить об этой неделе целиком, то, по сути, вышивальных-то, ну, хоть как-то, вышивальных дней у меня всего 4. Будет с понедельника по четверг, потому что в пятницу старшему сыну исполняется 6 лет, у него день рождения, и мы празднуем 3 дня подряд. И в пятницу, в субботу и в воскресенье разные компании гостей приходят. Поэтому, что у меня будет с вышивкой, я не могу сказать вам вот от слова совсем. Я не могу никак пока спрогнозировать свои вышивальные какие-то часы, поэтому что будет там, неизвестно. Естественно, по максимуму буду стараться получить вот этих 4 более или менее свободных дней. Тоже, конечно же, много разных там задач, но, да, буду, как всегда, стараться сделать все возможное. Да, и покажу вам свою коровку, которую я вчера вышивала, как обычно пока занималась монтажом предыдущей недели. Вот два вот этих лепесточка выполнила, 105 крестиков добавила, так что за вчерашний день нормов 500 я выполнила. Даже там слегка-слегка перевыполнила. Вот, наверное, пока все. Ближайшие планы такие. Да, кубики на неделе будут, не знаю, насколько много, но пока там все процессы тоже остаются те же, которые и были на прошлой неделе. Я вам подробно все показывала, так что сейчас уже повторяться не буду. Да, пошла я вышивать. Утро вторника. Посмотрите, я вчера завершила февральскую часть в этом сэмплере. Вышила чуть больше 400 крестиков. И пока до следующего месяца эту работу я откладываю. Свой основной процесс я вчера уже успела установить на раму. Приготовилась, даже села вечером вышивать. Давайте я немножко подвину. Так. Приготовилась вышивать, но что-то в итоге пока пошла отвечать на комментарии. Потом застряла там, разглядывала свои старые журналы вышивальные. В общем, просидела час, поняла, что устала, пошла спать. К вышивке даже не прикоснулась. Так что отправляюсь вышивать сейчас. Это то, как выглядит моя работа на данный момент. И сегодня, наверное, кроме нее я ничего брать больше не планирую. Да, есть занятия у ребенка, но я буду в это время занята. Там буду ходить по делам. Так что на сегодня, да, только миробилия. Да, еще хотела показать вам динозаврика. Вчера тоже немножко повышивала. Во время тренировки я решила пойти вот сюда. Это что? У меня я даже не довышивала. Что торчит? Эта нитка осталась. В общем, сейчас сяду тогда. Доделаю сначала несколько крестиков, чтобы уж вот это не оставлять. Да, я помню, что сын быстро пробежал как-то. Не успела я дошить несколько крестиков. В общем, это сейчас доделаю. И, как видите, пошла вот в левую часть. Решила вышить хвост. Да, тут получилось 128, по-моему, крестиков. Так что на вчера свою норму в 500 я вышила. И даже с небольшим запасом. Ну что, посмотрим, как будет день сегодня. Среда. Спешу поделиться с вами своими продвижениями. Совершенно внезапно, неожиданно для себя я пошла по нижней части работы. Вот здесь, как вы видите. И дошла уже до зайчиков. Не знаю, правда, я собиралась вышивать платье. Я хотела идти вот так вот, вот так спокойно справа налево. Но что-то пошло не так. И почему-то я решила вот такую границу, что ли, для себя провести. Не знаю, правда, не знаю почему. Но вот стала вышивать зайчика. Посмотрите на превью. Это вот практически уже самый край работы. Здесь немножко, правда, при печати мне срезали картинку. Но, правда, там осталось буквально немножко фона. Там еще пол вот этот будет горчичный. А так, в принципе, это уже очень-очень близко к краю работы. Вот, и я даже вот тут только когда поставила уже для съемки все, заметила, что буквально вот бросила эти ниточку, не дошитую с иголкой. Но на что-то, видимо, отвлеклась и забыла, что не доделала. Так что сейчас, конечно, вот эту одну там, одну или две полосочки я этим цветом дошью. Ну, какие у меня приключения получились с этим зайцем? Он, конечно, пока такой очень своеобразный, пятнистый, без бэка. Но я думаю, что, во-первых, конечно же, ситуацию улучшит бэк. Но, во-вторых, когда вот здесь появится вот это яркое розово-сиреневое платье, все внимание будет туда и на эти, ну, такие пятнышки. Я не знаю, как еще сказать, давайте поближе, что ли, посмотрим. Такой вот, ну, такой вот зайчик, да. Но у дизайнера свое видение было, видимо. И что я хочу вам сказать. Вчера, ну, как всегда, уже поздно-поздно сидела, вышивала. И здесь есть такой бледно-бледно-сиреневый, такой нежненький цвет. Он на органайзере висит рядом с очень-очень бледно-голубым. Он похож, кстати, на этот оттенок, может быть, вот рядом они два и висят. Я перепутала. Я перепутала цвета, то есть какую-то часть. Здесь этих крестиков, ну, я не знаю, штук сорок, наверное, в зайчике. То есть немного, но они так грубками там, то здесь, здесь, в голове, там чуть-чуть везде расположены. Я, в общем, одну ниточку я вышила, дошивала там хвостик правильного цвета, а вторую неправильного. И у меня получилась половина зайчика вот такая нежно-сиреневая, а половина голубая. Естественно, я это заметила, когда уже сделала последний крестик. Все. Посмотрела, сколько отшила. За вчерашний день я отшила 460 с чем-то там. То есть мне до 500. Во-первых, ну, норма моя ежедневная 500. И по заданию мне нужно было отшить именно 500 крестиков. Я думаю, ну, сейчас, ну, все, последние там 30 с небольшим, и все будет готово. Временно, повторюсь, уже был первый час ночи. Я очень хотела спать, но бросать работу не хотела. И что вы думаете? Потом я нахожу эту ошибку, я сразу расстраиваюсь, я понимаю, что я не смогу вот так вот сейчас взять еще какой-то другой цвет, дошить, сдать так, а там потом что-то переправлять. Нет, меня вот эта ошибка будет раздражать. Нужно обязательно исправлять. В общем, все, я поняла, что я пошла спать, и черт с ними, с этими 30 крестиками, с этим заданием все доделаю на следующий день, ну, то бишь сегодня. И чтобы не ошибиться с утра, я же саги уже успела все стереть, я поэтому опять взяла маркер, и ту часть, которую мне нужно будет распустить, я ее обратно раскрасила цветом, чтобы проявилась на схеме, чтобы я не забыла там, не перепутала ничего. Села сегодня с утра вышивать, у меня там пока ребенок сам себя завлек конструктором, у меня появилось время немножко, думаю, ну, как раз хотя бы эту ошибку я сейчас исправлю. Начинаю распускать, вот глядя, посмотрела в сагу, что там у меня отмечено, начала распускать, пол куска этого распустила, и поняла, что я вчера отметила неправильно. Ну, нельзя такими вещами заниматься, когда ты уже не то что в одном ботинке спишь, ты уже спишь в обоих ботинках, и мозг в принципе не работает, и тело, оно двигается на автомате, потому что, да, я отметила не ту половину, которая мне нужна была. То есть я распустила то, что было вышито правильно, но, естественно, я исчертыхалась тут. Ну, вот так вот, да, бывает, пришлось там дораспускать и правильное, и неправильное, вышивать все заново. Да, понятно, тут не идет счет даже на сотни крестиков, нет, их тут немного, но все равно, само вот, сам факт вот этой, мало того, что ошибки, еще потом то, что я распорола не то, что нужно, ну, это прям вывело меня немножко за равновесие, поэтому повышевала я чуть-чуть, но, собственно, дошила этого зайца, полу здесь тоже вокруг него на кубик перешла. Ну, так, слегка всего у меня получилось 700 с чем-то крестиков, ну, за оба эти дня я не стала просто тормозить ровно на 500, потому что все равно не было возможности выбрать, кинуть в кубик, выбрать следующий процесс. Я думаю, ну, сейчас вот утром я так чуть-чуть пошью, потом сын заснет, я уже буду вот здесь все сейчас на вас снимать, но в результате все равно сын спал мало, я не успела, так что если он вдруг сейчас прибежит, там башня рухнет, он прибежит, с криками «Мама, спасибо!», имейте в виду, да, в общем, не уложилась я со съемкой в его дневной сон, надо было немножко по-другому расположить дела, ну, да ладно, в общем, это я вам показала. С работой этой мы прощаемся, ну, до завтра, наверное, посмотрим. Давайте сейчас кинем кубик, да, кубик мы кидать будем только один, так, еще подальше, коробочку, кубик будем кидать, только тот, который выберет процесс, потому что у меня есть норма, у нас есть там задание в игре, задание на 400 крестиков, вполне, по-моему, достаточно хорошая норма. Так, калаш я тоже подготовила, сейчас будем проверять, Тань, твою теорию, насколько мои кубики любят пчелки, любят два моих сэмплера, да, с пчелками и с розами, Таня мне написала, что они очень часто выпадают, и, на самом деле, часто они выпадаются, к тому же они были и в прошлом году, когда я только начинала играть, ну, то есть, как-то, да, две такие самые-самые работы. Ну, в общем, давайте кидать, да, уже не будем, то много говорим, посмотрим, что сейчас выпадет. Четвертый. Теория работает. Четвертый номер, это сэмплер с розами от ДМС. Так, ну что, выяснили мы с вами, что Таня была права, и кубики у меня действительно заколдованные, ну что, зато процесс будет хорошо продвигаться. Так, мои розы, вылезают они, давайте чуток подальше. Мои розы, и сейчас посмотрим, что я буду вышивать. Что я буду вышивать? Наверное, я вышью букву, которая собиралась еще в прошлый раз, где мое превью, я сейчас вам все покажу. Так, у нас точно, наверное, будет вот эта буква, помним, да, что тут где-то, наверное, 150. Будет крестиков. Да, я думаю, что будет буква раз, буква два, и если понадобится, то я продолжу вот здесь вот. Вот, да, как раз сюда влезет одна, сюда влезет вторая, и чуть-чуть, если понадобится, продолжу вот эту гирлянду розовую. Да, давайте будем вышивать так. Утро пятницы, 14 февраля, и давайте расскажу вам о своих успехах, и не очень. Последний раз, если я все правильно помню, мы с вами встречались где-то днем в среду, я бросила кубики, у меня выпал мой сэмплер с розами, который вы сейчас видите, и задание было на 400 крестиков. Ребенок к тому моменту уже проснулся, как вы помните, и я уже совершенно ничего днем делать не могла, а вечером почему-то очень резко почувствовала себя плохо, не знаю, это было очень удивительно, то есть все хорошо-хорошо, потом внезапно голова заболела настолько, что я быстренько детей уже в 9 вечера уложила спать, даже не стала им читать, и сама рухнула просто, не знаю, что со мной было. Наступил четверг, в четверг я утром и днем хорошо так повышевала, продвинулась в этом сэмплере, и вечером опять та же самая история. То есть только-только я уже практически закончила, я за утро четверга вышла, вышло 300 крестиков, мне оставалось, как вы понимаете, с Тодовы, но как раз дошью и уже переключусь на свой основной процесс, ничего подобного. Опять та же самая ерунда, все хорошо-хорошо, внезапно вечером раз меня просто отрубает, дико болит голова, что очень странно, потому что погода в последние дни не меняется, то есть вроде бы реагировать не на что, но, не знаю, возраст что ли уже, на фоне того, что на следующей неделе мне исполнится 30, это, знаете, как-то печально уже. Одним словом, повышевала я этот сэмплер, получается, когда, да, в четверг, утром, утром, днем в четверг, и доделывала уже сегодня утром немножко, и того вышла я здесь не 400, а 472, кажется, крестика, как и планировала, две буквы, буква С, буква W, да, вспоминаем о том, что это французский дизайн, читается все именно так, и еще у меня здесь добавился один цветок, это пара бутончиков, на самом деле я не собиралась его вышивать, но я поняла, что мне очень далеко считать вот здесь вот расстояние между буквами, да, где мне начать вышивать, а я не люблю такие, я все время боюсь ошибиться, я знаю, что я ошибусь, буду 10 раз пересчитывать, и все равно волноваться, поэтому я предпочитаю всегда начинать как-нибудь рядышком, поэтому просто пришлось, да, пришлось сначала продлить вот эту гирлянду снизу, а потом уже переключаться на буквы, в следующий раз, когда я буду брать этот процесс в работу, я думаю, что буду уже переставлять пяльца, потому что здесь идет такой большой венок, достаточно крупный элемент, и я не уверена, что он целиком и полностью войдет, там как-то еще что-то двигать, пяльца не хочется, поэтому я лучше просто передвинусь вот туда дальше налево, и в принципе, наверное, так и буду двигаться, пока не дойду до конца вот этой гирлянды, то есть пока я полностью уже не увижу нижнюю часть работы, как бы много я не считала, у меня все равно всегда присутствует некий такой страх, что я не совсем правильно рассчитала место начала, и мне как-то хочется убедиться, что действительно весь сэмблер у меня целиком в этот отрез войдет, что все я сделала правильно, ну вот, значит, с этой работой мы сейчас заканчиваем, и кстати, мое задание в 400 крестиков, оно по сути осталось для игры невыполненным, потому что я благополучно забыла о том, что нужно сфотографировать работу с кодовым словом, так что отшить-то я отшила, но за счет игры они нигде не идут, так что следующее мое задание, оно по сути тоже остается, те же самые 400 крестиков, но уже, конечно же, на другом процессе, вот, но сейчас мы с вами немножко от этого отвлечемся, я хочу похвалиться, показать вам свою обновку, сегодня, как я уже говорила, 14 февраля, у нас сегодня двойной праздник, это день рождения моего старшего сына, ну и, конечно же, день всех влюбленных, мой супруг меня уже с утра поздравил, и посмотрите, он подарил мне набор от компании «Золотые ручки», это вышивка бисером, я думаю, что вы помните, я очень хотела попробовать, я на Новый год, один из подарков я заказывала рукодельный, и, да, я, собственно, его и получила, я думаю, что вы помните, но вот, вот такой у меня был, он немножко все бликует, вот такой набор, набор из серии «Путешествия», очень красивый, и я вам скажу, что собиралась на следующей неделе его начинать, да, я хотела устроить на день рождения себе новый старт, новый, не только новый процесс, но и вообще, в принципе, вышивка бисером для меня это будет впервые, очень хотелось, прям горело-горело, и когда сегодня я получила этот набор в подарок, я вам скажу, что я его не выбирала, то есть тогда на Новый год я предоставила на выбор три набора, я так достаточно часто делаю, то есть с одной стороны, вроде бы я сама выбрала подарок, с другой стороны, есть место для сюрприза, и уже из трех предложенных муж выбирал сам, а этот, я его причем совершенно не видела, я не знаю, может быть, может быть это какая-то новинка, потому что я совершенно, ну как-то не в теме про бисеры вообще, и про золотые ручки в частности, но набор просто на сто процентов мой, это домик, это огромный куст пионов, я обожаю пионы, я вообще люблю цветы только в двух их проявлениях, это когда они стоят срезанные в вазе, кто-то там считает, что это, не знаю, умирающие букеты, что-то в этом роде, нет, это я очень люблю именно срезанные, стоящие в вазе цветы, и я очень люблю цветущие кусты, пионы, розы, эти еще на, все время забываю их названия, шары такие, гортензии, вот это моя любовь, обязательно когда-нибудь посажу, потому что что-то меленькое, там вот бархатцы, всякие, не знаю, крокусы, вот эти вот мелочи, я не очень люблю, которые там нужно регулярно высаживать, и еще меньше я люблю цветочные, как это, комнатные цветы, которые в горшках, вообще их не люблю, у меня всего два таких цветущих горшка, это две орхидеи, обе они мне были подарены, все, что я покупала сама, это просто разная, разновидность зелени каких-то, да, и пучок зеленых листьев, торчащих из горшка, вот для меня это гораздо более желанный вариант, так вот, когда я увиделась, вообще я как бы не ожидала, я, ну вообще, честно, не ожидала, что будет еще бисерный один такой подарок, я настолько удивлена этому сюжету, это, ну это на 200% попадания, я не знаю, действительно, просто абсолютно, я бы лучше, наверное, не выбрала сама, при том, кстати, в тех двух наборах, которые остались не выбранных, с новогоднего, что называется, заказа, там был тоже, тоже были пионы, как раз таки в вазе большой такой букет, и был с розами какой-то дизайн поменьше, потому что я не знала, но может быть хотелось поменьше набор, так еще непонятно пойдет, не пойдет, это хочется, да, как оно в итоге получится еще неизвестно, ну так вот, и к тому же муж сказал такую фразу о том, что, да, набор называется на даче, я думаю, там вот вам видно наверху надпись, и он тоже сказал, ну вот может быть ты выезжаешь, и мы его прямо на дачу повесим, вы знаете, меня это так еще вдохновило, потому что мой муж очень спокойно относится к моему хобби, то есть знаете, так спокойно и доброжелательно, он рад, что у меня есть занятие, пожалуйста, сиди, вышивай, но чтобы он там вникал в какие-то тонкости процесса, или что-то выбирал сюжет, нет, конечно, если я к нему подойду и говорю, ой, смотри, как я вышла, он говорит, да, 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 красиво, да, 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 молодец, ну знаете, это говорится абсолютно на каждую мою работу, наверное, за исключением сэмплера, как он там, ой, кто-то к нам опять бежит, сейчас мы прервемся, так, ну все, я спасла падающую башню, которую строит сейчас младший сын, возвращаемся к разговору, да, единственная работа, которую муж не очень понял, это был сэмплер One Most Teach, в стиле примитив, который я давно-давно вышивала, он так, ну с недоумением на него смотрел, типа, это вообще что, но видимо он понял по моему лицу, что я ждала немножко другой реакции, он сказал, ну да, 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 нет, интересно, интересно, да, да, красиво, молодец, в общем, примерно все, да, все происходит примерно так, и вот тот факт, что здесь он сам выбрал, то есть он действительно получается не просто из моих, из выбранных мной картинок что-то там, да, тыкнул и купил, а он все это просматривал, искал, выбирал, и с каким-то вот этим дальнейшим прицелом, да, что и рисунок красивый, сюжет красивый, называется на дачу, и сам предложил повесить на дачу, в общем, я в таком воодушевлении, конечно, нахожусь, безумно приятно, поэтому да, в общем, да, такая получается затравка, будет старт на следующей неделе, вы знаете, честно говоря, я бы, наверное, начала прямо сейчас, но напомню, что в связи с днем рождения сына у нас оставшиеся вот три, ну, или два с половиной уже, как считать, дня от этой недели, они, это просто один большой сплошной праздник, гости меняются, но по сути все, значит, празднование перетекает из одного в другого, поэтому у меня просто не будет времени начать, так что да, будем ждать до следующей недели, в общем, кому интересно, ждите, и сразу покажу еще маленькую покупку, которую я сделала, так как уже сказала, да, что готовилась начинать бисер, я приобрела вот такой контейнер, посмотрите, здесь по четыре скреплены вот эти баночки, контейнер взяла для того, чтобы хранить, ну, пересыпать, где здесь я еще не привыкла к ним, пересыпать сюда бисер, вот так они все достаточно, с одной стороны, туго, но нормально, в общем, должны хорошо держаться, понятно, что некоторые цвета сюда целиком не войдут, потому что их очень много, и здесь, сколько у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь на четыре штучек, то есть мне как минимум еще одна, лучше, наверное, еще две я дозакажу, потому что здесь 41 цвет, в том наборе, по-моему, 63, но еще, в принципе, я хочу хранить остатки бисера от наборов Милхил, одним словом, классная коробочка, заказала на Вайлдберрис, я постараюсь не забыть и оставить ссылку, и стоило это что-то 250 рублей, но в общем недорого, мне понравилось, вот, так что это все докуплю, и это будет у нас на следующей неделе, а что же я буду вышивать сейчас, ну, если случится чудо, и у меня как-то, как-то что-то будет получаться время, я вот все-таки вам покажу еще раз, на каком этапе находится моя миробилия, вы помните, я говорила, да, вот тут ниточку забыла, я ее дошью, ну все, я даже не притронулась, не смогла сесть и хотя бы это исправить, а потом уже просто забыла, честно говоря, когда перешла на розы, об этой работе уже забыла, так вот, если у меня будут получаться какие-то, вот, хотя бы чтобы час, да, вот, не набегу, а вот именно сесть и вышивать, то я, конечно, буду вышивать миробилию, да, здесь очередные 400 крестиков, и еще какое-то у меня задание, там одно появилось, я даже еще не смотрела, сколько там, не считала, ну, по-моему, что-то там 500, ну, где-то тоже плюс-минус в этом районе, наверное, до конца этой недели, я уже не буду больше ни кубики кидать, ни какой-то большой процесс, брать здесь бы, хотя бы что-нибудь вышить, и то будет круто, и конечно же у меня в работе будет мой дорожный процесс, потому что завтра у нас как минимум есть занятия, вот так выглядит сейчас мой динозавр, знаете, пусть он тут лежит, значит, планы у нас какие, ну, сегодня мы празднуем у моих родителей, потом дети там остаются, и у нас с мужем свидание, идем в театр, будем отдыхать, завтра мы сначала идем на занятия, там я буду вышивать моего дракончика, потом мы празднуем вместе с друзьями, это как раз семья моей рукодельной подруги, так что потом, когда из кафе вернемся сюда домой, ну, чтобы дети здесь поиграли, там свои игрушки, мы с ним будем пить чай, и я думаю, что, конечно, про рукодельничаем, я ей сразу сказала, говорю, Юля, бери вязание, я буду сидеть вышивать, и думаю, что буду продолжать вышивать этого же дракончика, ну, неудобно усаживаться за большой станок, как-то там обкладываться кучей ниток, так что, да, буду его продвигать, ну, а в воскресенье у нас тоже друзья, ну, там уже повышевать мне не удастся, если только где-то как-то вечером, так что, такие планы, когда будет следующее включение, я не представляю совершенно, вот, может быть, что-то будет удаваться где-то как-то поснимать, ну, если будет, конечно же, что снимать, ну, а если нет, то уже увидимся в конце недели, подведем итог, ну, да, посмотрим, как все это будет, вот и пришло время завершать эту вышивальную неделю, более того, на самом деле, уже сейчас раннее утро понедельника, ну, как вы видите, вчера, пока вышивала работу, мне пришлось вот бросить все прямо с ниткой, с иголкой, времени ни на что совершенно не было, к сожалению, мой младший сын опять заболел, да, насморк, да, кашель уже, честно говоря, немножко подустала от этих вечных детских соплей, но ничего страшного, это все проходит, все вырастают, иммунитет обязательно выработается, но пока так, да, нам даже пришлось отменить один праздник, перенесли его на следующий выходной, я надеюсь, что все мы успеем поправиться, и все у нас будет, естественно, здорово, вернемся давайте к вышивке, я уже, честно говоря, не помню, на каком моменте я показывала вам эту работу, но, по-моему, зайчик уже был готов, вот я полностью доделала кубик, вот здесь вот очертила левый угол, продлила вот эту полосу, рамочку, и, да, не вот приступила к платью, хотела что-то тут, конечно, побольше повышевать, но сколько получилось, всего за эту неделю, у меня чуть больше, чем 1200 крестиков на этой работе прибавилось, ну, так потихоньку, да, потихоньку она идет, что еще я делала, я вышивала моего динозавра, как видите, получилось, как-то, не знаю, хотела идти снизу вверх, но само так получилось, что я сначала обозначила спинку, вот этим темно-зеленым цветом, а теперь наоборот, как-то так сверху вниз спускаюсь, закрываю вот эту вот область, 160, по-моему, крестиков, ну, чуть больше, чем обычно у меня получилось, ну, вот, ничего, миленькая такая хорошая игрушка получается, может быть, за пару месяцев я ее полностью и завершу, ну, наверное, это даже, знаете, все, что я вам могу за эти дни показать, могу показать еще покупки, ну, небольшие, я докупила вот эти контейнеры, помните, я успела вам показать один, ну, вот еще парочку купила, так что готовлюсь, я все еще готовлюсь к завтрашнему дню, конечно, надеюсь, что мой бисерный процесс стартует, сейчас я отправляюсь монтировать это видео, хочу, чтобы оно все-таки успело выйти вовремя, тем более, пока у нас такой мини-больничный, мы все дома, вот, так что, моя буренка-коровушка сейчас, буду я сейчас вышивать, закончу, естественно, последний лепесточек, и я думаю, что займусь челкой, вот здесь вот достаточно большая область вышивки, в зашивке она должна быть серенькая, по-моему, да, такой темно-серый цвет, ну, вот, этим и займусь, так что, да, немножко такое сумбурное окончание недели, но уж какое есть, что буду делать на следующей, ну, по факту, уже на этой неделе, пока еще не знаю, кроме бисерного старта планов никаких, но я думаю, что на самом деле, пора бы вернуться к водолею, уже середина месяца, и откладывать его, наверное, не стоит, давайте на этой ноте будем все завершать, я побежала садиться монтировать, ну, а вам, конечно же, огромное спасибо за просмотр, и до встречи в следующих видео, пока!